Немножко нужно сказать про то, что он понимает под вкусом Потому что здесь Здесь есть всякие неявные предположения Которые мы и сейчас использовали И еще будем использовать Предположения о вкусах Первое предположение такое Нормировка Чтобы их из всех Все вкусы, так сказать, привести к одному знаменателю То есть нормировка означает, что Вся шоколадка ценится В некоторую единицу, в 100% Весь Не знаю, как это лучше назвать Товар, ресурс, объект Ну вообще пирог, который Прям официально Официально называется наука о делении пирога Весь пирог Оценивается в единицу Ну и в 100% Соответственно, пустой кусок Оценивается в ноль В любом случае То есть если ничего не дали, то это ноль Это не минус, не плюс какой-то в миньоне А просто ноль Ноль Да, в частности представляешь, что пирог вкусный То есть любой кусок, даже маленький Ценится во что-то положительное То есть он там не пересолен Ничего там плохого не добавлено Это действительно ценность Они делят некоторые ценности, а не наоборот Соответственно, второе предложение Неотрицательность Что любой не пустой кусок Ценится больше нуля Потому что это действительно ценный ресурс А не там неприятные работы И не стоит нищего Третье Важное и на самом деле довольно сильное Предположение Это аддитивность Что ценности просто складываются Суммируются Что если С и Т Это два непресекающихся куска То тогда ценность объединенного куска Это просто сумма ценностей То есть в ряд С в объединении с Т Это просто сумма Ценности С плюс ценности Т И это на самом деле Кучу в реальных ситуациях Отбрасывает Да, то есть например Если вы делите чай с сахаром Пусть у вас там есть два стакана чая Два стакана сахара То наверное Если один получит Только чай Другой только сахар То это так не очень хорошо Вот И в такой ситуации Мы ни тем ни другим Некоторые пьют чай с сахаром Но те, кто пьет чай с сахаром Не порадуются Не, слушай Когда они получили два стакана чая И за первые четыре куска сахара Не наоборот Когда они получили четыре куска сахара Соперник Ну не соперник А партнер Два стакана чая Да, а вот если один получил Чай с два куска сахара И другой получил чай с два куска сахара Тогда они могут порадоваться Вот И это как раз происходит За счет неадитивности За счет того, что чай и сахар Делают друг другу вкуснее Ну вот в данном случае Мы Предполагаем, что такого нет Что уже то Что это прям такой вот пирог И все там ингезиенты Они уже, так сказать, вертикально перемешаны А режем его по горизонтали Вот И еще четвертое свойство Непрерывность Непрерывность означает Что пирог можно нарезать Сколько угодно мелко Значит А формально это означает следующее Что если есть какой-то кусок Значит С какой-то кусок А альфа И это просто Какое-то число От 0 до 1 Сколько-то процентов То тогда Вот от этого куска С Можно отрезать Ровно 0 до 1 А тогда Существует Кусок Т Вложенный в С Такой, что Ценность Т Это ровно альф Вложенный на В от С То есть если Любой кусок Можно разрезать Ровно пополам Или от любого куска Можно отрезать Ровно 37,5% Вот Или можно Отрезать крошечку 1% И вообще Любой альфа Сколько процентов Вы не скажете Все можно отрезать Что это означает Означает, что там нет Таких неделимых кусочков Там нет такого-то орешка Который нельзя Отрезать пополам А можно только целиком Отдать Нет ничего такого Все можно нашинковать Поделить Скорее угодно Мелко Ну и это такое Скорее Да, то есть Вот это вот предположение Про вкусы чисто А это предположение Скорее про Физическую сущность Да, что понятно Что реальный пирог Нельзя сколько-то мелко нарезать Да, там все-таки Есть какие-то крошки Да и орешки Бывают неделимые Там какие-нибудь Маковые зердушки Дальше неделяющиеся Вот Но Как часто бывает В математике Мы от Такой вот мелкой Структуры Обстранируемся И считаем Что можно Сколько-то мелко нарезать То есть это вот Такой вот континул Давайте тогда Доказываем Собственно Что если делешь без зависти То тогда он будет Пропорциональны Да, вот прям такая идея У нас получается Что если дележность зависти Тогда он пропорциональны Ну смотрите Пусть мы поделили на Н частей Ну что это вообще дележ Дележ это означает Что мы разделили Все весь пирог На Н частей Которые друг с другом Не пересекаются А здесь те образуют весь пирог То есть пусть С1 и так далее Сn Это Части, на которые мы разрезали Да, вот взяли Все разрезали Ничего не осталось Ну и каждый Мальчик кусочек Только одна Мудр остался Это части На которые Разрезан пирог Тогда С точки зрения Какого-нибудь участника Например, этого Да, если он без зависти То Это означает Например, для первого Для первого Это означает, что Ценность с точки зрения первого Больше не поравна, чем ценность С точки зрения второго Нет, с точки зрения первого Но второго Да, да, да Ценность второго Куска с точки зрения первого Написал правильно Сказал неправильно Соответственно, точно так же Это больше, чем ценность Третьего куска с точки зрения первого И так далее С другой стороны Сумма всех этих Ценностей Должна быть равна Единица По свойству Вот этому И вот этому Да, то есть Сумма Ценности всех кусков Это то же самое Что Ценность От Суммы всех кусков То есть от всего торта А ценность всего торта Это единица Получается, что В1 С1 Плюс В1 С2 Плюс и так далее Плюс В1 От С1 Больше либо равна Чем Нет, просто равна Равна единице Да Ценность второго Больше, чем ценность первого Ценность второго куска С точки зрения первого Ниже, чем ценность его собственного Плюс В1 Напишите Ему просто кажется, что там двойки Вот здесь А Нет, отсюда единички В общем, первый Первый игрок Первый кусок Считает Больше либо равным Чем Любой другой А суммарно Суммарная ценность Их равна Единице Ну смотрите Если вы суммируете Н чисел И получаете Единицу То Как оценить максимум Из этих чисел Да, максимум Должен быть больше либо Раньше Чем 1N Почему? Ну потому что Примерно Если бы Если бы вот это было Меньше, чем 1N То тогда Вот это было бы Меньше, чем 1N И вот это было бы Меньше, чем 1N И все были бы Меньше, чем 1N И тогда Мы бы Н раз суммировали Числа, которые Меньше, чем 1N И в случае Получилось бы Меньше, чем 1 А должно быть равно 1 В общем Из этого следует Что V1 от S1 Больше либо Раной, чем 1N И такая же история Производит Со всеми Остальными Участниками Каждый участник Считает, что Его кусок Больше либо Раной, чем Любой другой А в сумме Они все равны Делиться Поэтому Его собственный кусок Больше раной, чем 1N Что и дает Пропорциональность Дележа Кусок карта Больше раной, чем 1N С его собственной точки зрения То есть Если никто никому не завидует То тогда Его кусок Больше раной, чем 1N Так Ну что Поднимите руки Кто понял Это рассуждение Да Почти все Очень хорошо Продолжение следует...